Цель этого проекта, иншаллах, объединить сердца молодых людей и девушек под маркой этого вечера, Илькбахаштан Севги, где пошла откуда. У меня во всех соцсетях есть группа «Завидные женихи и невесты Крыма». В разных соцсетях, естественно, разные люди. Это все я решила объединить под маркой на этой вечеринке всех этих людей, которые пригласила. Будут исполнять молодые крымско-татарские звезды эстрады. Ансамбль «Харом» и «Магия Анафиева» будут танцы крымско-татарские исполнять. С момента у вас разыгрываются призы на конкурсах тоже с крымско-татарским уконом. Ну вот, например, «Ямлухойно», «Юзоку». Вы уже обликнулась на данные мероприятия, и сколько людей на данный момент перебили? Около 100 человек мы ожидаем. Хотелось бы больше, конечно. Зал вмещает 200 человек. Что бы я хотела добавить, это то, что вечеринка «Любовь с первого взгляда» по крымско-татарски проходит у нас впервые в Крыму. У нас есть огромное количество красивых девушек, огромное количество умных парней. Я бы очень хотела, чтобы они все пришли на эту вечеринку, хотя бы для того, чтобы посмотреть на артистов крымско-татарской эстрады, потому что Эльзара постаралась собрать лучших из лучших. Мы с моим коллегой Аблязом готовим, уже разработали сценарий, будет очень интересная, очень насыщенная программа. Ни на минуту, ни на секунду никто не будет скучать. Это будут конкурсы с крымско-татарской тематикой, такие как «Яблухова», «Девушки будут танцевать для своих избранников Агарава Вихайтарма», «Юзукою», ну и еще много-много интересного. Даже вопросы мы постарались подобрать так, чтобы они были с крымско-татарской тематикой. А не боитесь ли Вы как организаторы, что все-таки проведение данного мероприятия среди крымско-татарской молодежи все-таки повлияет больше в силу их воспитания, как бы не будет пользоваться спросом? Вы не боитесь ли, что вот молодые люди, которые придут, они побоятся именно вот этого? То есть они побоятся показаться глупыми, что вот они остались в таком положении, что им пришлось прийти аж на такую передачу, чтобы найти свою вторую жизнь? Мы рассчитали наш сценарий, распланировали наш сценарий так, что в принципе никого мы за руку тянуть не будем, никого заставлять в центр выходить мы не будем. Изначально, когда зайдут гости, они, те, кто хотят поучаствовать в самом конкурсе «Любовь с первого взгляда», они будут заполнять анкеты. Те, кто не хочет участвовать, они просто придут, сядут и будут смотреть саму шоу-программу, концертную программу, а потом они уже будут танцевать, у нас будет дискотека, опять же в восточном, крымско-татарском стиле. А те, кто уже заполнит анкету, из тех мы будем выбирать претендентов. У вас, знаете, еще такой плюс, да, как бы все, кто придут, понятно, что холостяки, да, и даже если они не будут участвовать в этих конкурсах, да, они могут приведеть себя, встретить своего человека. Ну, в принципе, подразумевает этот формат этого вечера, что они должны... Сходя из своего опыта, могу сказать, снимая свадьбы, интересуешься по ходу, как вы познакомились, что это, как это все произошло, и должен заметить, что тенденция того, что знакомят семьи, в настоящее время начинает меняться. Скажем так, по сезону прошлого года могу сказать, что пары ознакомились через интернет, через социальные сети, на свадьбах у родственников, и было несколько свадеб, в которых знакомили семьи. Поэтому, мне кажется, что этого бояться не стоит, что молодые люди не придут в причину того, что они стесняются. Как бы доказано как раз-то обратное, что они, наоборот, придут и будут активно в этом участвовать. Более того, в интернете на данный момент приходит много вопросов относительно того, что как нам быть, мы не можем попасть на вечер. В ИЛА разработана специальная анкета, которую вы можете заполнить. Данные этой анкеты будут проверены тщательным образом, и пары будут сведены, если у них интересы совпадают. Так что мы работаем в этом направлении и хотим, чтобы наш народ, крымские татарки и крымские татары нашли друг друга, образовали семьи, чтобы наша культура, наш народ процветал. В общем, задаток на следующий, на второй раз уже у нас есть. Очень много людей, которые, согласно уже осенью, планируем продолжить это. Эль Кубахаштан, Сергей Бабу. Нашу особую благодарность информационным спонсорам. Это агентство «Крымские новости» и радио «Мейдан-ФМ». А также нашим спонсорам фирмы «Эропринт». Они выпускают, создают и разрабатывают изделия из крымско-татарской символи. Кадебному агентству «Софи». Они нам организовывают романтический вечер для идеальной пары. Ресторан «Шейх-эль», где непосредственно будет проходить вечер. Салон о мебели «12 стульев». Керамисту Рустаму Скину обратится ко всем молодежным крымско-татарским организациям. Для того, чтобы объединить молодежь и принять активное участие в данного рода мероприятиях. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.